МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Белом доме настроены уже не так решительно в президентской семье чуть ли не раздор. Мишель и Барак всерьез обсуждают, надо ли атаковать Сирию. Обама муж за военное вмешательство, его супруга против. Вот такая частная жизнь и других проблем у первой американской четы уже нет. Правда, пацифизм первой леди легко объясним. Мишель Обама – ярая сторонница здорового образа жизни и вегетарианского питания. А значит, любое насилие ей заведомо чуждо. Если вы поговорите с моей семьей, то они очень настороженно относятся к любой военной операции. Спросите мою жену Мишель, хочет ли она быть вовлеченной еще в одну войну. Она точно ответит нет. Нет, говорят, и на улицах перед Белым домом поселились протестующие. Внешнюю политику одобряют лишь 40% американцев. Рейтинг президента низок как никогда. За рубежом поддержки тоже не так, чтобы много. Обама может провести красную линию для себя и для своей страны, а не для других государств. У нас есть своя красная линия, наш суверенитет и наша независимость. В США применяли объединенный уран в Ираке, Израиль использовал белый фосфор в Газе. И никто ничего не говорил, как насчет красных линий. Надежду на мирное урегулирование дает российская инициатива. В Кремле предложили в Сирии передать химическое оружие под международный контроль, а боеприпасы и отравляющие вещества уничтожить. Дамас готов пойти на это. Остальные страны вроде тоже не против. Президент США добавил, что если удастся создать четкий, работоспособный механизм решения проблемы химического оружия в Сирии, то он полностью за. Но нужно иметь конкретику. Мы, российская сторона, в настоящее время занимаемся именно этим, именно подготовкой работоспособного, четкого, конкретного плана. Тем временем в Сирию направляются новые силы боевиков. Ряды повстанцев скоро пополнятся смертниками из Саудовской Аравии. Их выпустили из тюрем и даже дали денег в обмен на обещание воевать против режима Башара Асада. Александр Ефремов, Максим Красоткин, Алексей Семкин. Новости Содружества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова